Хозяин у них один. Все. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Ицкак Пентусевич. И мы изучаем с вами вместе притчи царя Соломона Мишлей. И сегодня мы находимся в конкретно 18 глава. 18 глава. Мы дошли уже до больше чем половины книги. 18-я это на иврите записывается буквами Хай. Жизнь. То есть это очень жизненная глава. Одна из самых вообще моих любимых глав в Мишлее. Все Мишлее это 31 глава. Притчи царя Соломона это великая, вообще величайшая мудрость, которая только есть. Концентрация. Нету в жизни вообще близко ничего более мудрого, чем эта книга, которую мы изучаем. Мишлее это от Бога. Царь Соломон был пророк. Самая умная книга, которую я читаю из остальных книг, это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Она по концентрации мудрости примерно как 7 отрывков одной главы. То есть она даже как с одной главой не сравнится из Мишлее. Хотя это из книг, которые не религиозные, я считаю, самая большая мудрость, которая только есть в обычном мире. Это «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. И он изучал Мишлей. Поэтому это и самая большая мудрость. Потому что он изучал притчи, он изучал псалмы. Стивен Ковик каждый день изучал. Он был христианин. Он изучал Библию. А Библия, как известно, это на три четверти состоит из книг Торы. И получается, что Стивен Кови, он свою великую мудрость, которая в мире признанная, он ее брал тоже из Торы, которая является источником мудрости. А мы изучаем прямо напрямую. Вот оно, прямо рядом. Соединяемся с Богом через изучение Торы. И опускаем божественный свет в этот мир. Вот чем мы сейчас занимаемся. Это очень важное занятие. Поэтому всем шалом, ботертов. Доброе утро. Здравствуйте. Все. И мы продолжаем изучать, значит, 18 глава. Итак, 18 глава, очень важная, интересная 18 глава. Написано так. Ле Таава Ивакэш Нефрат, Беколь Тушия Идгала. Значит, дословно это переводится. Ле Таава Ивакэш Нефрат. Первая часть понятная, да? Ле Таава, к вожделению. Ивакэш это стремится, просит. К вожделению стремится Нефрат, отделившийся. Тут все понятно. К вожделению стремится отделившийся. Теперь Беколь Тушия Идгала. И Беколь Тушия в каждом, вот тут вот слово Тушия, это здесь есть два объяснения. Первое объяснение Тушия это место, где изучают Тору. То есть Тушия это как бы высшая часть Торы. Это ее как бы такая, ну вот, знаете как? Бывают люди изучают математику, а бывают математики. Это те, которые изучают высшую математику. Так Тушия это такая внутренняя часть Торы, которая там, чтобы понять вот этот смысл, он открывается не всем. Значит, и тогда звучит отрывок полностью так. К вожделению стремится отделившийся. В каждом месте изучения Торы глубоком откроется, раскроется. Сейчас мы узнаем. Роман Гольман, привет. Роман, шалом. Значит, второе объяснение Тушия слова это Ташкох. Это ослабление, резкое ослабление сил. Тогда звучит весь отрывок так. К вожделению стремится отделившийся. Здесь как бы нет разночтения, все комментаторы объясняют одинаково. Тут невозможно читать по-другому. К вожделению стремится отделившийся. В каждом месте изучения Торы раскроется. Или в каждом ослаблении раскроется. Теперь давайте разберемся, в чем здесь смысл. Значит, смысл здесь в следующем. К вожделению стремится отделившийся. Это самая распространенная, даже я думаю, что главная распространенная причина, почему отделяются люди, отдаляются от Торы. Как человек может отделиться от Торы? Вот он познал божественную мудрость. Мы сейчас с вами просто ее как бы коснулись, послушали. Ну, Тора, ну да, там типа все понятно. Но есть люди, которые учат Тору, и которые прямо ушли в эту духовную реальность, в которой они через изучение Торы соединяются с Богом. Тора это как от Бога, от Создателя мира. И вот представьте человека, который сидел и изучал Тору. Он там был, например, учился у великих раввинов. Он такой, знаете, академик. Он жил в стерильном таком академическом обществе, где все, каждое свое слово осознанно контролируют, чтобы никого не обидеть, чтобы ничего не то не сказать. И он такой, сидел он в этом вот стерильном обществе. А почему из него уходят? Как вы думаете? Почему из него уходят? Из него уходят по причинам вожделений. То есть у человека есть животная натура. То есть тело человека, это такой биоробот, это животное. Конкретное животное, в котором действует... Все время хочется то кушать, то пить, то размножаться, то спать, то что-то болит. То тебе хочется каких-то так лечь, то так сесть, то тебе хочется с кем-то общаться и так далее. Это все называется вожделение тела. И Литаова к вожделению стремится отделившийся. То есть тот, кто отделяется от духовности, особенно есть люди, которые в духовность ныряют далеко. Вот в иудаизме запрещено не жениться, например. А в тех же там христианство, например, да, у них, они говорят так, хочешь к Богу приблизиться, полностью отделись от материального мира, и они уходят в монахи, там вот этот Папа Римский, берут на себя обед безбрачия, там и так далее. То есть они полностью отделяются от материального мира, и у них как раз это вожделение, оно крепнет, крепнет, вообще невероятно. Теперь в иудаизме так нельзя, нельзя полностью отделиться. Но люди, которые посвятили себя изучению Торы, они все-таки называются, они святые. Они отделяются от обычного мира. Они написаны прямо в Торе, к души мтью, будьте святы. И объясняют Раши, что такое к души мтью, что такое будьте святы, как свят Бог. Отделите себя даже от разрешенного. То есть чем ты больше отделяешься от материального, тем ты больше уходишь в духовное. И значит, чтобы стать кадош, святой, человек отделяется от материальности, даже от разрешенной. Понятно, да? Теперь что получится? Нет, советуют жениться это тем, кто начинающим. А те в крестьянстве, которые хотят идти наверха, да, такие, то у них обязательно, даже в православии управляют православной церковью только те, кто взяли на себя обед безбрачия. Есть такие, ну, нижний уровень, вот попы, там, священники в православии, да? А дальше все равно на верхах в крестьянстве могут быть только те, кто полностью отделились. Есть этому, кстати, глубокое объяснение, но не буду сейчас туда входить. Теперь смотрите. Еще раз давайте, да, разберемся, как эта штука работает. Значит, к вожделению ищет отделившийся. То есть, чем больше ты отделяешься от материального мира, тем сильнее у тебя включается вот это вот вожделение. И мы знаем, что люди не могут иногда справиться. Написано прямо в Талмуде, что чем выше уровень духовный человека, тем у него сильнее его ЕЦРРА, вот это животное злое начало. Получается, что пока ты в нем погруженный, ты не можешь понять вообще, что такое вожделение. Потому что если ты все время ешь, так тебе ничего не хочется. Если ты все время там, тебе все открыто, у тебя нет вожделения. Наоборот, люди, которые погрязли в материальном, они просто, они говорят, ну, что дальше-то? Все, у меня, ну, я не знаю уже, больше съесть я не могу, больше выпить не могу, больше я ничего не могу. То есть, если ты потакаешь своим вожделением, они, наоборот, как бы, ну, они прибиваются, да? Но если ты отделяешься от вожделений в сторону духовности, тогда, тогда они усиливаются, эти вожделения. Люди прям с ума сходят, которые полностью отделяются. Теперь говорит нам царь Саламон, Шлома Амеллах, мудрейший из людей, нам передает великую мудрость. Он говорит так. Так, к вожделениям стремится отделившийся от них. И дальше он объясняет, что с ним дальше будет. Первое, что с ним будет, Беколь, Тушия и Тгала. В каждом месте, где изучают Тору, где собираются духовные люди, его сразу определяют. Вот те люди, которые ходят, например, в хелонимном мире, в нерелигиозном, да, говорят, да, вот эти религиозные, знаем их, особенно в Израиле, это очень распространено. Да мы знаем их, этих религиозных, все. Они не знают религиозных. Те люди, которые причисляют себя к хелонимным, к светским, они настоящего религиозного не видели никогда. Потому что те, кто настоящие, такие религиозные, они не выходят, они живут вот в этом стерильном своем обществе. И они не соприкасаются с теми, которые выходят на улицы. Тех, кого фотографируют журналисты, это те, которые как бы внешне, то есть они не являются представителями религиозного мира. Поэтому тот, кто не настоящий, переодетый религиозный, которым влекут его вожделение, так тот, когда он вот это вот к вожделениям стремится отделившийся, в каждом месте, где собираются настоящие религиозные, беколь туши, место, где по-настоящему сидят святые люди, изучая Тору, и Дгала, его сразу увидят, скажут, да это переодетый, какой он религиозный. Он как-то послали одного великого раввина проверить Шабтай Цви, или он Машеах, или не Машеах. Было время, там, 1600 какой-то год, когда Шабтай Цви был такой уже Машеах. И прям реально, очень много людей в религиозном мире, евреев поверили, что он Машеах, и неевреев поверили, что он Мессия как раз. Вот он пришел, это было лет 500 назад. И, значит, послали одного великого раввина. И он, только он зашел, он говорит, он не Машеах. Тот говорит, а как вы узнали? Он говорит, а он вот так вот сидел. То есть, он сидел вот так вот, развалившийся. То есть, не может святой человек сидеть развалившимся. Святой человек, это святой человек. У него святость в каждом движении, в каждом, он проявляется, он сияет, он светится. А это было такое вот, ну, понятно. Теперь это первое объяснение нам понятно, что тот, кто стремится к вожделениям и отделился из-за этого от святости, его выкупят, его увидят сразу в месте, где учат Тору, где собираются по-настоящему святые люди. Второе объяснение. Беколь Туше и Дгала, что у него будет резкое ослабление. Что это имеется в виду? Кто? Нефрат, это отделившийся, вначале он отделился от материальности и ушел в духовность, да? То есть, например, есть люди, которые называются Назир. Назир это астет, который взял на себя обед Назирута. Это он там не пьет вино, не стрижется, то есть, у него еще более строгие устрожения. Или, например, отделился обычно уже от вожделения, люди пожилые такие, которых уже так сильно, ну, уже в возрасте они понимают, надо готовиться, вот он отделился. А потом вдруг он обратно, бах, к этим вожделениям возвращается, все, он может прямо от них сразу ослабеть и заболеть и умереть. Потому что человек, который, например, он долго не пил или не курил, или там, ну, еще что-то не делал, то, что называется вожделениями, и потом он вдруг это делает, он может от одного стакана водки умереть. Если он пьет каждый день, то он от стакана водки, он скажет, ну, классно, давай еще. А если он не пил, там, уже 10 лет, он стакан водки выпивает, а это же яд, у него организм, к нему уже отвык, от него, бах, его и убило. То есть это первое объяснение, два объяснения первого отрывка. Мы знаем теперь, что мы поняли. К вожделениям стремится отделившимся. Человек отделяется от святости из-за того, что он стремится к вожделениям. Что с ним будет? Его, те люди, которые святые, сразу поймут, что он не настоящий. И, значит, у него резко ослабится потом сила, если он вернется, ну, если он начинает после отделения эти вожделения делать, это может его убить и уничтожить. Поэтому часто бывает, что люди, знаете, есть известная история, как один хасид такой, святой вообще все. И он ходил как раз в синагогу мимо, в Нью-Йорке, мимо одной такой забегаловки, да, кафешка какая-то. И он увидел там девушку, которая ему дико понравилась. И у него как раз вот это вожделение на него и накрыло его. И он понимает, что он хасид, он в Штраймеле, он полностью отделенный от такого материального мира, и он к ней не может подойти. И он, значит, не знал, что делать, и он не знал, что делать, и он мучился, она ему снилась, там все. И он думает, ладно, думает, все. Сбрил бороду, снял Штраймел, одел кепку, джинсы, футболку, такие порванные джинсы одел, чтобы ей понравиться, такие полностью порванные, футболку такую с перьями, со стразами, такой модный стал вообще, оверсайз, такую кепку одел, такую, знаете, вот именно такая квадратная, такая кепка модная тоже. И, значит, он к ней подходит, такой идет к ней, чтобы с ней знакомиться, и тут его машина сбивает насмерть. Насмерть сбивает машина. И он, говорит, на небе приходит, говорит, за что? Я же еще даже сделать-то ничего не успел. А ему говорят, ой, извините, Хайм, это вы, мы вас не узнали, спутали, то есть вы так переодели, что мы вас не узнали. Да, это известная история. Как раз вот здесь они написаны. Второй отрывок, давайте второй отрывок. Второй отрывок нам объясняет дальше психологию вот этих вот грешников по вожделению. Грешники по вожделению это такие люди, у которых их вожделение победило их логику и их духовность. И вот, значит, написано так. Ло яхпоцксиль битвуна. Не хочет ксиль вот этот вот грешник по вожделению, не хочет он никакой логики и никаких объяснений. Не хочет он. Почему он не хочет? Он говорит, слушайте, ну если бы мне управляла голова, так я бы, понятное дело, что я бы не жил этой жизнью. Но я не могу, у меня мне плохо, я хочу, я хочу то, я хочу это. У меня мои эмоции, ну мои желания, они все, меня зацепили. Вот кто там пил или курил, или долго не тренировался, обжирался, он знает, как тяжело встать. Вот эти вот люди, которые, они полностью их, они в рабстве у своих вожделений. Они, ну просто реальное рабство, и они не могут. Вот плохо. Вот человек, который привык каждый вечер пить, он если не выпивает, ему плохо, реально плохо. Все. Теперь, значит, и когда, в чем разница? Им правит его лимбическая система. Лимбическая система, это как у животных, эмоциональный мозг, да, и у него все идет на вот этих вот хочу. Теперь, а есть логика, есть люди рациональные такие, да, которыми управляет их логика, у которых их рациональная часть сильнее, чем их эмоциональная часть, и чем физическая. Это очень интересно. Есть такие люди, которые реально, и, кстати, я вчера видел одну книгу, я ее не, я ее эту книгу не скачал, я вчера искал какие книги почитать, и там была одна книга, есть человек, который самый в мире крутой ультрамарафонец, который полностью, там вообще, ну, чудеса какие-то делает. И он бывший наркоман, и он говорит, я только, говорит, за счет вот того, что я стал ультрамарафонцем, я избавился от своих вот этих вот, от одержимости одной, я избавился только через то, что создал себе одержимость другую, и научился побеждать свое тело. Вот. Теперь, значит, смотрите еще раз. Ло Яхпоц Ксиль Бетвуна. Вот этот Ксиль, который идет по вожделениям, он не хочет логики, у него логика отключена, эти два мозга работают или тот, или тот, или у тебя включен рациональный мозг, неокортекс, или у тебя включена лимбическая система. Они вместе не включаются, то есть, или то, или то. Теперь, Ксиль, он отбрасывает логику и объяснение, он говорит, мне это не надо, все равно я не могу собой управлять. Ксиль это тот, кто знает, что есть Бог, что есть заповеди, но он, но он не может, не может он собой управлять. Есть много людей, большинство людей знают, что полезно заниматься спортом. Это не Тора, не заповеди, это просто понимание есть, а занятий нет. Почему? Потому что ими управляют их, вот эта лимбическая система, их мозг, животного. Так что хочет Ксиль? Ло яхпоц Ксиль бетвуна. Не хочет Ксиль, не хочет грешник по вожделению, вот этой логике и объяснении. Ти им бетгалот лебо. А хочет он просто открыть свое сердце. То есть, так как он живет, у него главное слово хочу, то ему не важно логика, ему не важно углубление, он не хочет напрягаться, а он хочет, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот. А у нас YouTube сегодня, можно смотреть YouTube, вообще не думать день. Вот так вот поставить на автовоспроизведение и сидеть вот так вот, и тупить, и смотреть YouTube день. Или лидгалот лебо, раскрытие сердец, больше всего есть в Инстаграме, потому что люди просто раскрывают свои сердца. А вот смотрите, а вот я здесь, а вот я там, а вот я тут, а вот я здесь, а вот собачка, а вот цветочки. И сидит человек, собачка, цветочки, собачка, цветочки, собачка, цветочки, собачка, еда, 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 собачка, цветочки, ноди, попа, собака, еда. И это называется сборище вот этих вот лейтсим, как царь Давид, он в первом псалме, вот если вы откроете псалмы, он говорит, убымашав лейтсим лоя шав. Он говорит, в месте, где сидят бездельники и насмешники, я, говорит, не сидел вообще. Я даже сидеть там не хочу. Понятно, да? Значит, давайте еще раз подведем итог. Первое. От духовности человек отделяется из-за вожделения. К чему это приводит? Духовный мир его отвергает из-за этого, да, потому что люди, которые духовные, они, помните, мы учили Пертеавод, что архекми шахенра, делись от плохого соседа. То есть, по-настоящему духовные люди, они даже глаза свои скрывают, они не хотят видеть ничего запрещенного, чтобы эти картинки не заходили к ним в подсознание и не управляли ими. Они два раза в день не просто так говорят, что Бог сказал, не блуждайте за своими сердцами, за глазами. Не блуждайте, Бог сказал. Потому что, если вы начинаете блуждать, то ваше животное вас всегда ведет в сторону от святости. Понятно. Значит, первый отрывок мы поняли, к чему стремится отделившийся от духовности. И второй отрывок, что грешники этих Селим, они не любят логику и вожделение. И то, что нас сейчас слушает почти 300 человек, это удивительно, что у нас собрались люди, которые действительно стремятся к объяснениям и к логике. Значит, у вас вот эта духовная часть, она очень сильная, все-таки душа ваша, она вас тянет. И мозг, он идет сейчас за душой, а не за животными вожделениями. Но как только вы закроете воикру, тут же на вас прям навалится, навалится мир маркетологов, которым надо продать все свои товары, конкретно, ну им надо продавать, ну вы поймите. То есть, ну все СМИ на них работают, все СМИ работают на то, чтобы зарабатывать деньги. А чтобы зарабатывать деньги, нужно человека поймать. А как поймать его? Вначале его надо испугать, они же знают, давим на боли, у них есть маркетологи, такие, давим на боли, на страхи, а потом продаем, как будто бы мы нашли решение. А решение только одно, изучать Тору, стать духовным человеком, рационально управлять собой, своей жизнью, и тогда у вас будет с Божьей помощью все хорошо и здесь, и там. Будет хорошо со здоровьем, с семьей, с деньгами, и в духовном плане, главное, на душе будет хорошо. Чего я вам всем желаю, с Божьей помощью, чтобы у всех у нас хороший день, хорошая неделя, хороший месяц, хорошее лето, хороший год и прекрасная вечная жизнь. Все, всем пока, пока, удачи, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok